Современные торговые войны, происходящие прямо сейчас в окружающем нас мире, обходятся мировой экономике в триллионы долларов. Но влияние того, что в конечном счете является просто налогами, тарифами, субсидиями и квотами на товары, торгуемые на международном рынке, может быть практически незначительным по сравнению с борьбой за гораздо более ценный ресурс, квалифицированную рабочую силу. Раньше международная торговля была медленной и дорогостоящей практикой, когда небольшие неоптимизированные суда перевозили товары, которые нужно было загружать и разгружать вручную с обоих концов. Стандартный интермодальный транспортный контейнер был впервые изобретен в начале 20 века, но только 50 лет спустя, в начале 1960-х годов. Появился этот термин. Его популярность резко возросла, и он стал отраслевым стандартом для международных перевозок. Сегодня очень необычно перевозить товары без упаковки в один из этих контейнеров. Целые флотилии крупнейших в мире судов и морских портов были спроектированы с нуля таким образом, чтобы работать только с этими контейнерами. В настоящее время высокоэффективные системы часто являются наиболее хрупкими, и эта жесткость вызывает некоторые проблемы. Одной из главных причин дефицита поставок в 2021 году стала нехватка транспортных контейнеров, а не товаров. Несмотря на эти проблемы, мировая торговля стала проще и дешевле, чем когда-либо. А это значит, что зачастую дешевле изготовить что-то на другом конце планеты и переправить через океан, чем производить что-то внутри страны. На самом деле это почти всегда дешевле. Даже в США, стране с огромной обрабатывающей промышленностью, только 53% конечного спроса на промышленные товары удовлетворяется отечественными производителями. Для многих людей эта цифра может показаться даже завышенной, что только показывает, насколько нормальным стало удовлетворение наших потребностей за счет поставок по всему миру. Глобализация в подавляющем большинстве случаев является позитивным процессом для мировой экономики. Десятки стран по всему миру смогли быстро развиваться, предоставляя недорогие товары и услуги странам с развитой экономикой. И многие из них в настоящее время располагают собственными мощными развитыми внутренними рынками. Но, конечно же, были и проигравшие. Работники, производящие товары, которые легко могут быть отправлены по всему миру, теперь вынуждены конкурировать со всеми в мире, а не только в своей собственной стране. Потеря рабочих мест никогда не вызывает политической популярности, вот почему, несмотря на преимущества свободной торговли, ограничения на импорт существуют во всех крупных экономиках мира. В наши дни люди являются одной из самых ценных и влиятельных вещей, которые входят в экономику и выходят из нее. И точно так же, как товары упаковываются на контейнерные суда. Квалифицированным рабочим стало намного проще перемещаться из любой точки мира в любую точку мира с очень небольшим количеством реальных ограничений. Точно так же, как и в сфере свободной торговли, в сфере миграции квалифицированных кадров уже есть победители и уже есть проигравшие. И точно так же, как в сфере свободной торговли, эти движения неизбежно станут мощным геополитическим инструментом. Какие страны в настоящее время получают наибольшую выгоду от увеличения числа квалифицированных рабочих по всему миру? Какие страны теряют больше всего? Какие экономические инструменты страны могли бы использовать для борьбы с этими войнами квалифицированных рабочих? И, наконец, какое влияние это может оказать на отдельных людей, отдельные страны, в конечном счете на мировую экономику? Квалифицированная миграция почти всегда приносит чистую выгоду стране, принимающей квалифицированного мигранта. Потому что правительство может контролировать, сколько людей допущено в страну, на каких условиях и с какими навыками. Как правило, страны с развитой экономикой, которые являются наиболее привлекательным направлением для квалифицированных мигрантов, не собираются открывать программы получения квалифицированных виз для иностранцев, если должности могут быть заполнены гражданами. Потому что именно эти граждане голосуют за руководство правительством, и они вряд ли будут голосовать за правительство, которое заменило их работу на квалифицированный мигрант. Квалифицированные мигранты могут внести свой вклад в экономику и другими способами. Здесь, в Австралии, наша экономика в значительной степени зависит от предоставления университетских дипломов иностранным студентам. Несмотря на огромное богатство природных ресурсов нашей страны, образование по-прежнему является одним из наших крупнейших экспортных товаров. Что это делает для экономики, так это привлекает кого-то, кто непосредственно внесет значительную сумму в местную экономику за счет платы за обучение в университете. А затем внесет еще больший вклад в оплату жилья, продуктов питания и товаров широкого потребления и услуг. Они занимаются этим в течение трех-пяти лет, прежде чем станут квалифицированными рабочими в самом начале своей жизни, и страна, принимающая этих студентов, может либо решить отправить их обратно на родину, либо предложить им рабочую визу, где их навыки будут способствовать развитию промышленности и промышленности принимающей страны. Они платят налоги правительству принимающей страны. Соединенные Штаты Канады и Великобритания также в значительной степени выигрывают от миграции квалифицированных специалистов и иностранных студентов. Хотя и в меньшей степени, чем Австралия. Хотя и не так прямолинейно, страны также могут извлечь выгоду из передачи навыков и другими способами. Некоторые страны, особенно те, которые разрабатывают крупные экономические проекты, часто привлекают иностранных рабочих, которые отличаются от квалифицированных рабочих мигрантов тем, что они намерены находиться в стране только в течение определенного периода времени. Хотя принимающая страна не имеет права удерживать квалифицированных работников, и в зависимости от того, как долго иммигрант остается в стране. Он также может не получать налоговых поступлений от своей работы, иногда это может быть даже более выгодным соглашением. Потому что работники прибывают именно тогда, когда они необходимы, они подают заявление, они используют свои навыки для разработки проекта, а затем уходят. Когда в 1970-х годах Тайвань быстро расширял промышленную инфраструктуру, он привлек тысячи рабочих экспатриантов для помощи в разработке и надзоре за этими проектами, которые случаются раз в жизни одного поколения. Вместо того, чтобы обучать своих собственных граждан умению проектировать и строить атомную электростанцию с нуля, он привлек экспертов со всего мира весь мир. Эти иммигранты уже строили подобные электростанции раньше, и они были готовы начать строительство немедленно, а не ждать 10 лет, пока местная команда подготовит проект. Получите необходимую подготовку, чтобы сделать это самостоятельно. Эти навыки также будут не очень полезны после того, как станция будет построена, потому что за прошедшие с тех пор 50 лет на Тайване было построено всего две атомные электростанции, и две из них в настоящее время выводятся из эксплуатации. Строительство крупных проектов, подобных этому, является крайним примером, но в настоящее время по всему миру реализуются аналогичные проекты. Страны Персидского залива намеренно строят большие, глупые мегапроекты уже на протяжении десятилетий. Причина, по которой они это делают, заключается не в том, что самая высокая башня в мире или искусственные острова имеют какую-то полезность посреди пустыни с бесконечным пространством и набережной. А в том, что такие крупные проекты, как они привлекают квалифицированных иностранных рабочих и предприятия, которые хотят зарабатывать на них деньги, и при этом создают свои предприятия в принимающей стране, делятся своими навыками, а также превращают регион в самодостаточный центр бизнеса и торговли. Даже в меньших масштабах временные иммигранты могут принести большую пользу экономике, обучая местную рабочую силу тому, как создавать и управлять местными производствами. Это главная причина, по которой такие страны, как Япония, Южная Корея и Израиль, смогли так быстро развиваться за последние полвека по сравнению с другими странами. Ранние индустриализаторы, такие как США и Западная Европа, появились потому, что технология уже была создана, и они могли нанять квалифицированных людей со всего мира, чтобы научить их создавать и управлять передовыми ведущими мировыми отраслями промышленности. Хочу сразу оговориться, что, конечно, это не так просто, как просто привлечь людей, обладающих навыками работы в отрасли. И даже несмотря на преимущества импорта существующих технологий и опыта, этим странам все равно приходилось очень тщательно управлять своей экономикой. Но это, безусловно, сделало процесс, по крайней мере, намного быстрее. Сегодня все эти страны вносят значительный вклад в мировую экономику. В них сосредоточены чрезвычайно ценные отрасли промышленности, а их экспорт обходится дешевле и зачастую имеет более высокое качество, чем то, что мог бы обеспечить мировой рынок без них. Одна из причин обвала мировых цен на судоходство, о котором мы говорили в начале этого видео, заключается в том, что верфи, которые были построены в Южной Корее. Сегодня наша страна является крупнейшим судостроителем в мире и точно так же, как вам может быть трудно найти потребительский товар, который не был бы произведен в Китае. Вероятно, будет также трудно найти товар, который не был бы перевезен на южнокорейском судне. Это потрясающая демонстрация общего правила, согласно которому каждое изменение в мировой экономике приводит к изменению по крайней мере двух других вещей. Но в случае свободного обмена навыками кажется, что эти изменения носят исключительно позитивный характер. Но точно так же, как и в случае свободной торговли товарами и услугами по всему миру, в обмене навыками выигрывают и проигрывают еще больше людей. Во время нашего исследования этого видео нам посчастливилось поговорить с доктором Белари, деканом Бакони, одного из ведущих университетов Италии. Его идеи были потрясающими не только благодаря его выдающейся карьере педагога, но и как человека, стоящего на переднем крае развития одной из стран. Наиболее сильно пострадавших от свободного потока квалифицированной рабочей силы по всему миру. На самом деле Италия — это скорее центр приема выпускников, чем центр приема, и это одна из причин, по которой страна жалуется. Поэтому мы хотели бы привлечь больше людей с высшим образованием, а не позволять им жить в других странах. Так что я думаю, что с точки зрения страны это является проблемой, особенно если вы являетесь одной из стран, отправляющих студентов. Тем не менее, позвольте мне сказать по этому поводу две вещи. Одна из них заключается в том, что с точки зрения индивидуального уровня, большая свобода передвижения, безусловно, дает правильный стимул отдельным людям. Если ты хочешь построить хорошую жизнь, у тебя есть хорошие идеи. Это просто фантастика для всего мира, позволить этим людям двигаться дальше. Вторая точка зрения заключается в том, что мы должны понимать с точки зрения конкуренции за таланты. Что страны, которые теряют этих людей, возможно, потому что они, что они, как правило, слишком образованы для уровня экономики в этой стране, должны серьезно задуматься о возможностях, которые предоставляются в конкретной стране или регионе, к этим людям. Италия — страна с развитой экономикой и очень высоким уровнем жизни по мировым стандартам. Но ее экономика все еще отстает от своих западноевропейских коллег, которые, в свою очередь, отстают от многих других крупных развитых экономик по всему миру, в частности от США. Возможности трудоустройства для молодых квалифицированных работников в Италии ограничены, безработица среди молодежи высока, а не полная занятость молодежи. Когда люди работают на работах, не использующих их навыки, и обычно зарабатывают меньше, чем могли бы, также является еще одной серьезной проблемой. Определение занятости, которое используют большинство экономистов, собирающих национальную статистику по безработице, это любой человек старше 16 лет, который отработал на предыдущей неделе не менее одного часа. Более того, если бы эта планка еще не была достаточно низкой, безработица учитывалась бы только среди людей, которые не работают хотя бы один час в неделю, но все еще активно ищут работу. При большем количестве рабочих мест в сфере экономики, которые могут легко дать людям час работы, на самом деле не обеспечивая никаких преимуществ для работников или экономики, которые могли бы быть получены от обычной работы, добавляющей ценность квалифицированной роли, цифры безработицы обычно звучат намного лучше, чем реальность. Прежде чем этот ролик продолжится, я рекомендую тебе подписаться на мой телеграм-канал. В нем много полезной информации о криптовалютах, финансах и экономике. Ссылка на канал в описании под этим видео. Вывод в контексте свободного обмена глобальными навыками заключается в том, что несмотря на значительные инвестиции в образование, и несмотря на то, что Италия по-прежнему является развитой экономикой с высокими доходами по мировым стандартам, многие итальянские студенты по-прежнему при первой же возможности переезжают за границу в поисках лучших возможностей. На индивидуальном уровне это вполне объяснимо. Если существуют лучшие возможности, то люди должны иметь право воспользоваться ими. Но на национальном уровне это представляет собой серьезную дилемму. Образование в Италии и большинстве стран мира в значительной степени субсидируется правительством до уровня средней школы. Кроме того, во многих других странах, включая Италию, высшее образование также субсидируется в той или иной форме. Если итальянский студент оплачивает свое образование до окончания университета, то он продолжает работать в Италии до конца своей жизни. И дополнительный доход у него будет получить возможность работать в более продуктивной роли, ставшей возможной благодаря этому образованию. Должно было бы при прочих равных условиях с лихвой окупиться дополнительными подоходными налогами и общим экономическим процветанием страны. Но если этот студент закончит университет, а затем не сможет найти работу в Италии и решит переехать за границу в поисках лучших возможностей, то он не будет платить налоги в Италии, а его труд будет приносить пользу какой-то другой экономике. Коммуникационные технологии, облегчение международных поездок и широкое внедрение программ подготовки квалифицированных рабочих сделали эту задачу намного проще, чем это было в прошлом. Точно так же, как устранение барьеров для мировой торговли привело к гонке за тем, какая страна могла бы производить товары с наименьшими затратами, устраняя барьеры для рабочих. Это привело к гонке за лидерство в том, какие страны готовы платить больше всего за определенные навыки. Италия – одна из самых больших стран, потерявших высококвалифицированных выпускников в мире, но другие страны с развитой экономикой. Такие, как Новая Зеландия, Испания, Португалия, Греция и в меньшей степени Канада страдают от тех же проблем. Это несправедливо по отношению к стране устанавливать ограничения на то, где ее жители могут жить и работать. Те немногие страны в мире, которые это делают, не являются образцом идеальных экономических результатов. Но так же несправедливо и нецелесообразно со стороны налогоплательщиков субсидировать образование работников, которые никогда не будут производить продукцию для страны, которая заплатила за их навыки в первую очередь. Италия — это страна, которая уже борется со старением населения и снижением производительности труда. Она действительно не может позволить себе потерять тех немногих молодых квалифицированных работников, которые у нее уже есть. Так что ей понадобится решение этой проблемы, которая, по-видимому, не имеет справедливого ответа. До сих пор мы также рассматривали только страны с развитой экономикой, и хотя им тоже придется решать эти проблемы. Им это дается легко по сравнению с развивающимися и неразвитыми экономиками. Даже если работники смогут найти работу в этих странах, уровень доходов там намного ниже, чем в среднем по миру, а условия труда, как правило, хуже. Помимо возможностей получения дохода, развивающиеся страны будут иметь более низкое качество здравоохранения, меньшее количество коммунальных услуг и, да, меньший доступ к образованию для людей и их детей. Многие люди из развитых стран будут жить и работать за границей в качестве опыта или способа помочь своей карьере, часто с намерением в конечном итоге получить образование. Они возвращаются в свои родные страны. Но многие молодые люди из развивающихся стран приобретают навыки с единственной целью — работать в странах с развитой экономикой. Некоторые отрасли промышленности пострадали, когда их вытеснили аутсорсинговые сервисные и производственные центры в странах с более низкими затратами на рабочую силу. Но эта тенденция может угрожать целым экономикам, которые просто не смогут быть конкурентоспособными, теряя своих самых молодых и производительных работников. Но если эта проблема уже существует и, скорее всего, будет усугубляться еще больше, то как же страна собирается бороться за профессиональные навыки? Регулярные торговые ограничения вводятся на четырех различных уровнях с использованием двух разных подходов, и войны за навыки будут вестись таким же образом, только в наоборот. Инструменты, которые страны используют для ограничения внешней торговли, это прямые торговые ограничения, такие как налоги на импорт, квоты и запреты, а также внутренние субсидии. Если страна не хочет, чтобы Китай наводнил ее местный рынок недорогими потребительскими товарами, она может ввести налог на их импорт. Это означает, что после такого искусственного повышения цен импортные товары будут менее конкурентоспособными, чем отечественные товары. Если это не сработает, то другой альтернативой будет просто прямое ограничение количества товара, которое можно импортировать каждый год с помощью системы квот. Это будет стимулировать местное производство к восполнению дефицита. В некоторых случаях страны также могут просто прямо запретить поступление определенных продуктов на свой внутренний рынок, будь то из слабых стран или от кого-либо еще. Все это приведет к искусственному ограничению предложения товаров в экономике, повышению местных цен, что приведет к инфляции. Но во многих случаях эти страны готовы пойти на такую жертву. Большинство стран по умолчанию вводят основные торговые ограничения, потому что они хотят защитить свои местные отрасли промышленности, которые обеспечивают занятость. Но учитывая преимущества глобальной торговли, они будут заключать торговые соглашения об отмене этих ограничений с избранными торговыми партнерами. Наиболее очевидным примером этого является Европейский Союз, который за исключением очень избранных товаров, требует, чтобы все страны свободно торговали друг с другом без каких-либо ограничений, поскольку инфляция не является политически популярной, а торговые сделки могут создать совершенно новые рабочие места за счет расширения местных отраслей промышленности. Еще одним более тонким инструментом является часто используется правительствами для защиты своих местных отраслей промышленности. Если бы страна, пытающаяся защитить себя от дешевых китайских импортных потребительских товаров, была вынуждена отказаться от своих тарифов, квот и запретов в рамках торгового соглашения, она могла бы достичь того же результата, просто субсидируя местную промышленность. Если бы правительство предоставило отечественным предприятиям гранты или доступ к гарантированным программам выкупа акций, они могли бы продолжать работать на конкурентной основе и продолжать нанимать людей. Если бы микроволновая печь, импортированная из Китая, стоила 100 долларов, а микроволновая печь местного производства 120 долларов, то субсидия в размере 20 долларов могла бы сохранить местную, это сделало товары конкурентоспособными на рынке точно так же, как это могло бы сделать введение 20-ти. Подход, основанный на субсидировании, также означает, что товары остаются более дешевыми. Микроволновые печи на рынке, использующем субсидии, будут стоить 100 долларов, в то время как микроволновые печи на рынке, использующем тарифы или квоты, будут стоить 120 долларов. Так вот, хотя это звучит заманчиво, всегда есть какой-то компромисс. Если правительство тратит деньги на то, чтобы сделать местные товары более конкурентоспособными, то в конечном итоге ему придется компенсировать эти дополнительные расходы дополнительным налогообложением. Что при прочих равных условиях должно привести к тому, что покупательная способность среднего домохозяйства будет точно такой же, как если бы микроволновые печи стоили 120 долларов. Просто сейчас дополнительные 20 долларов будут уплачены в виде налогов, а не на кассе. На самом деле все остальные вещи неравны. Инфляция или более высокий уровень цен на товары и услуги обычно сильнее влияют на бедные домохозяйства. В то время как более высокие налоги сильнее влияют на более богатые домохозяйства. Опять же, что важно для решения проблем торговых войн и войн за квалификацию, так это то, что существует компромисс. Часто одним из самых больших преимуществ субсидий является просто поддержание достойных отраслей промышленности, даже если они не являются конкурентоспособными на глобальном уровне. Одной из крупнейших программ субсидирования в мире является выкуп правительством США сельскохозяйственной продукции по ценам, зачастую значительно превышающим рыночные. Стабильность, которую это обеспечивает нам, фермерам, которые знают, за сколько будет продан их урожай, означает, что в США всегда будет сильная сельскохозяйственная промышленность, которая дает у страны есть огромное преимущество в плане продовольственной безопасности, которая, по мнению политиков, стоит того, чтобы иметь немного неэффективный рынок. Таким образом, движение товаров и услуг между странами переходит от полностью свободной торговли к регулярным торговым ограничениям и торговым войнам, а затем к прямым санкциям в самом крайнем случае. Что касается товаров и услуг, то страны контролируют положение своих партнеров в этом спектре с помощью ограничений и субсидий. И с людьми это будет работать точно так же, только наоборот. В то время как страны хотят ограничить импорт иностранных товаров и услуг и поощрять экспорт своих местных товаров на другие рынки, они хотят поощрять импорт квалифицированных рабочих и ограничивать свою собственную квалифицированную рабочую силу из других стран. Уезжаю из страны. Хотя в обоих случаях конечная цель заключается в поддержании и расширении местной промышленности. До сих пор единственное, что нужно было сделать странам с развитой экономикой для привлечения квалифицированных рабочих, это увеличить квоты, что является классическим инструментом, используемым для ограничения торговли. Когда экономисты говорят о людях, они на самом деле называют это не квотами, а визами, но по сути это одно и то же. Квалифицированный рабочий, который хочет переехать в Австралию, должен подать заявление на получение одной из ограниченного числа виз для квалифицированных рабочих и получить одобрение. Ослабив это ограничение, Австралия сможет эффективно привлекать неограниченное количество квалифицированных рабочих. Другие страны, которые менее привлекательны для иностранных рабочих, должны приложить немного больше усилий и предложить стимулы для приезжающих людей. Это может быть в виде низких налогов, льготного жилья, гарантированных рабочих мест или какой-то комбинации всего этого. Это все еще редкость, но страны и даже города попали в заголовки газет, предлагая дома за доллар. И такие страны, как государство Персидского залива, которые были ранее, также делают себя привлекательными для рабочих за счет очень низких налогов. То, что эти страны эффективно делают, это предлагают субсидии для привлечения квалифицированных рабочих. Это звучит не так уж плохо, пока не осознается, что правительства также могут использовать такие инструменты, как тарифы и прямые запреты. Тариф будет действовать в форме налогообложения работников, покидающих свою родную страну, в дополнение к налогам, которые им придется платить в стране, где они в конечном итоге будут работать. Это называется налогообложением на основе гражданства, в отличие от налогообложения на основе места жительства, которое означает, что люди платят налоги только в той стране, где они живут и работают, даже если они являются гражданами другой страны. На сегодняшний день в мире существует только одна страна, в которой действует такая система, и это Соединенные Штаты. Отчасти это объясняется тем, что США — одна из немногих стран, обладающих достаточным влиянием и административными возможностями, чтобы гарантировать, что все их граждане платят налоги независимо от того, в какой части мира они окажутся. Это может искусственно сделать отъезд из США в поисках лучших возможностей менее заманчивым, потому что их граждане в конечном итоге будут платить два набора подоходных налогов, что, вероятно, в первую очередь сведет на нет преимущества более высокого дохода. В некоторых других странах действуют более целенаправленные версии этих налоговых правил, согласно которым граждане должны будут платить налоги в своей родной стране, если они переедут в налоговую гавань. Но все больше и больше стран в настоящее время рассматривают возможность использования модели, аналогичной американской системе. Так что они все равно будут получать выгоду от своих квалифицированных работников, даже если они действительно потеряете их. Для развивающихся стран это может стать огромной возможностью. Правительство могло бы получить гораздо больше налоговых поступлений, отправив работника за границу в страну с высоким уровнем дохода, чем если бы оно держало этого работника на берегу, и облагало его налогом на работе с более низким доходом. Если бы страны могли эффективно делать это, то квалифицированные рабочие могли бы стать очень ценным экспортным товаром. Но здесь возникают определенные проблемы. Страны, которым нужны квалифицированные рабочие, не обязаны делиться тем, сколько зарабатывает мигрант или иностранец со своей родной страной. А развивающиеся страны, безусловно, не обладают необходимыми возможностями и влиянием США, чтобы заставить их сотрудничать. Самый радикальный способ, которым страны могли бы выиграть битву за квалифицированную рабочую силу, Это просто запретить своим собственным людям с определенными навыками работать за границей. Очевидно, что это происходит в авторитарных режимах, таких как Северная Корея, Россия в настоящее время, Советский Союз в прошлом и Иран в меньшей степени. Но даже развитые, открытые, свободные и демократические страны начали вводить некоторые ограничения в отношении того, где могут и не могут работать квалифицированные рабочие. Гражданам США или резидентам, имеющим навыки работы в полупроводниковой промышленности, не разрешается работать в китайской технологической отрасли. На данный момент этот шаг продиктован скорее геополитикой, чем чистой экономикой, но он показал, что это возможно и может продолжаться и в будущем. Прискорбная сторона любых ограничений, будь то в отношении товаров, услуг или людей, заключается в том, что они наносят ущерб процветанию мировой экономики в целом. Сегодня мир стал намного богаче и процветающее место, чем когда-либо в истории, и это очень важно. Отчасти благодаря этим свободам. Свободам, которые также могут обеспечить лучшую жизнь миллионам людей. Надеюсь, что до того, как мы начнем вести войны за навыки, политики действительно учтут. Что улучшение показателей ВВП не имеет большого значения, если это происходит за счет улучшения образа жизни их народа. Спасибо, что наблюдаешь за нами, приятель. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok